В российских регионах принимают действия против распространения коронавируса. Помимо дезинфекции мира личной гигиены, многие закупают продукты и товары первой необходимости. Есть и те, кто запасается предметами канцелярии. Кто это делает, для кого они будут нужны, готовы ли наши магазины обеспечить всем этим население, расскажет Альбина Ламкова. Против распространения коронавируса в России приняты дополнительные меры. Всем регионам страны рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение. А у дошколят свободное посещение. Конечно же, в места массовых скоплений людей ходить в это время не следует. Зато можно освоить новое увлечение. Хорошо для этого подойдут как раз канцелярские товары, различные творческие развивающие наборы, а также предметы для рисования и лепка из пластилина. Ну и, конечно же, игры с любимыми игрушками. Многие владельцы магазинов запаслись товарами на полгода вперед. Дефицита в них не будет, так как все действия были направлены на опережение. Мы не ожидали, что будет спрос на нашу продукцию. Это неделя где-то у нас прошла, что творческие люди прибегали, холсты, краски, кисти. Для нас это было приятным сюрпризом, потому что вот такой всплеск торговли был. Регламенты по уборке тоже изменены. Все в помещении магазина дезинфицируется. Ежедневно выдаются хлопчатобумажные перчатки. Определили кассы для безналичного расчета, а для наличного оборота выделили отдельную зону. Также каждое утро состояние сотрудников проверяется. Обязательно измеряется температура. Отлично, Виктория. Можно идти работать. Карантин – это повод задуматься не только о здоровье, но и о развитии детей. Ребята будут около месяца находиться в изоляции, поэтому родителям стоит еще больше сил и внимания уделить своему чаду, чтобы тот, в свою очередь, не чувствовал никакого напряжения и провел все это время с пользой. Девчонки, вам дома не скучно? Что вы дома делаете? Играю. А еще что вы делаете? Я сестичкой учу. Сестишок. Мы очень мамой дорожим и ценим бабушку свою. 8 марта поспящим и прит любовь свою. Дома не скучно, я играю и лисую. В любом случае, из-за коронавируса паники подаваться не надо. Нужно заниматься профилактикой и уделять больше внимания положительным сторонам жизни. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.